добрый день друзья сегодня мы с вами приготовим вкусные вареники с идеальным тестом все секреты и вкусную начинку вы можете узнать досмотрев это видео до конца и для начала мы с вами приготовим идеальное тесто которое очень эластичное и практически не рвется для этого нам понадобится мука пшеничная 330 грамм кипяток 100 миллилитров не крутой но достаточно горячий и одно куриное яйцо делаем лунку нашей муки просеянной и выливаем туда кипяток и начинаем замешивать тесто по мере вымешивания кипяток наш не немножко подостынет и далее разбиваем туда одно яичко немножко можно конечно подсолить это тесто все хорошо перемешиваем сначала перемешиваем вилкой так как достаточно все горячо и еще все жидко далее можно вымешивать уже рукой перекладываем все на стол и начинаем вымешивать на столе если вам показалось что тесто не очень тугое то не спешите добавлять муку так как тесто еще полежит у нас в холодильнике и там клейковина у нас заработает и она станет более податлива и эластичной убираем в холодильник минут на 30 обернув пленкой а тем временем мы с вами займемся начинкой и для начинки нам понадобится сахар 2 столовые ложки клубника 150 грамм маленькая и крахмала 1 чайная ложка тесто у нас прижало в холодильнике достаем его стол подпыляем рукой еще раз можно хорошо выносить тесто как вы видите тесто у нас податливая к рукам она практически не липнет мы его сейчас с вами разделим на две части это тесто так как с одной одну мы уберем части а со второй половинка будем работать начинаем раскатывать раскатывать тесто надо примерно в толщиной около двух миллиметров то есть тесто не должно быть слишком толстая но и не тонко что варенье у нас конечно же не прорвались вот примерно сейчас вам покажу до какого состояния надо раскатать вот такого тесто очень классично и она не рвется берем с вами бокал подпыляем его мукой и подпыляем мукой пласт наш тесто и начинаем вырезать с вами кружочки и постоянно подпыляем мукой и края бокала тоже подпыляем и так вырезаем кружочки из остатков теста тоже опять же никуда его не выкидываем формуем опять же у теста и также раскатываем тесто прекрасно можно заморозить далее займемся с вами начинкой крахмал и сахар перемешиваем клубнику для начинки лучше брать вот такую мелкую внутрь мы будем класть с вами где-то по три ягодки далее берем с вами кружочек немножко его придавливаем пальцами подпыляем если что-то липко добавляем одну чайную ложку крахмально-сахарной смеси и выкладываем 3 ягодки клубники поверх далее надо нам защипнуть с вами края вареника очень хорошо чтобы не было нигде дырочки чтобы сок у нас с вами при варке не выйти и далее по желанию можно сделать еще вот такие красивые защиты все время на себя и защипываем этого этот защит можно делать а можно вот такие у нас получились у вас с вами вареники и так проделаем со всеми еще раз выкладываем чайную ложку крахмала с сахаром ягодки все защипываем вот такие вареники у нас получились а в таком виде можно вареники конечно же заморозить если вы не собираетесь вот сейчас прямо их кушать то поставьте их в морозильную камеру но мы с вами отварим и варить надо кипяченой подсоленной воде после того как они всплывут варим 2 минуты вот смотрите какие они красивые получились тесто нигде не прорвалось добавляем немножко сметанки сейчас я вам покажу какие они получились внутри очень сочные а вот эта клубника кисло-сладкая плюс немножко сахар получилась очень вкусной я думаю мне понравится каждому друзья всем спасибо что посмотрели мое видео обязательно подписывайтесь на мой канал чтобы не пропускать моих новинок всем до скорых встреч 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 Продолжение следует...